В 12 микрорайоне прошла акция протеста водителей микроавтобусов, которые сегодня отказались выходить на работу. Водители выступали против штрафа за отсутствие страховки, выражали недовольство давлением со стороны сотрудников ГОБД, высоким штрафом из-за нарушения правил дорожного движения и низким тарифом за проезд. Любая страховая компания будет заинтересована в плане того, чтобы отбиться. Если он чувствует свою правоту, она будет доказывать, чтобы не выплачивать деньги. А если водитель будет застрахован, я думаю, любой из присутствующих согласится с этим. Потому что зная, что любая страховая компания будет защищать его интересы. На столичных остановках наблюдалось большое скопление людей. Перевозку пассажиров осуществляли переполненные троллейбусы, автобусы и такси. В управлении транспорта мэрии сообщили, что сегодня на линию вышли всего 30% водителей из 3000 микроавтобусов. Тем самым они оставили людей в тяжелой ситуации. Нам было очень сложно добраться до своих мест. И как бы я хотел бы сказать, что зачем надо было предупредить хотя бы, чтобы они завтра не выйдут на таких-то условиях. И нам было очень сложно сегодня. Ну, конечно, тяжело. Долго стоим, ждем. Битком все забито, весь транспорт забитый битком. Никаких уступок фирма-перевозчикам со стороны муниципалитета не будет. По закону должно быть застраховано каждое сидячее место. Стоимость страховки одного сидения на один год составляет 136 самов 60 тынов. Сегодня в столице есть 40 фирм, занимающих перевозкой пассажиров на 120 маршрутных линий. Ежедневно на линию выходит 2700 маршрутных такси. Большинство из них не застраховано. В январе этого года Управление городского транспорта в установленном порядке довело до перевозчиков постановление об обязательном страховании, говорится в сообщении. Так, сегодня в мэрии прошла встреча представителей фирм-перевозчиков и муниципальных властей. Стороны договорились, что в ближайшие месяцы автоинспекторы не будут штрафовать водителей микроавтобусов за отсутствие документов о выплате страховки. По словам заместителя начальника управления городского транспорта мэрии Нурлана Токанова, в ближайшее время большинство водителей выйдут на линии, а завтра маршрутки будут работать уже в обычном режиме. Некоторые наболевшие вопросы здесь озвучены. Самый первый вопрос был введение страхования на посадочное место. Сегодняшний день этот разговор, мне кажется, более-менее разрешился, потому что какой-то 50 или более половины, они уже страховой полюси имеют, а какой-то процент страховой полюси не имеют. И они сказали, что сегодня давайте повременить, чтобы не штрафовали. Сегодня услышали, ГАИ тоже навстречу пойдет, определенную 3-4 неделю дает остальным застраховаться. Вот здесь вопрос, мне кажется, решится. Зам. начальник управления городского транспорта мэрии отметил, что ношение формы – это непринудительно, и каждый водитель сам решает, носить ее или нет. А вопрос по повышению тарифа на проезд будет еще рассматриваться. И что этот вопрос не решится за один день. Также Нурлан Токанов добавил, что автобусы и троллейбусы сегодня будут работать допоздна. Напомним, что обязательно страхование перевозчиков было принято из-за увеличения числа ДТП с их участием. В прошлом году в столице зарегистрировано 2269 дорожно-транспортных происшествий. Из них 252 случая с участием маршруток. Это почти в два раза больше, чем в 2016 году. Аджан Нурмаханова, Азат Мурадбеков, «Пирамида». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова